Я думаю, что той нефти, которая сейчас есть в традиционных коллекторах, плюс сланец, хватит на наше потребление в следующие 20 лет. Мы будем поддерживать нынешний уровень добычи и даже рост. Понадобится ли нам столько же нефти, сколько мы добываем сейчас, через 20 лет, будет зависеть от тех технологий, которые у нас будут существовать. Может, мы все машины на газ переведем или на электроэнергию, которую будем вырабатывать из угля или из природного газа. Еще дополнительный фактор, который произойдет, это всегда появляются новые технологии, которые позволяют нам добывать больше нефти или из существующих месторождений. Либо, вот как с осланцем, мы находим новый источник нефти, о котором никто не знает, или который никто не хотел до этого разрабатывать. С газом еще существуют метановые гидраты, которые содержат столько газа, что просто никому и не снилось. То есть нефть и газ и уголь будут составлять основные три источника энергии на Земле в течение ближайших 50 лет. 50 лет назад никто бы не предположил, что будет существовать айфон. Ну, хорошо, вдруг что-нибудь произойдет такое, что мы не можем предположить. Какой-то новый источник энергии. Но на данный момент очень трудно предположить что-либо такое. Поэтому во всем планировании исходим из того, что будем добывать нефть, газ, уголь. У нас существует целый континент, вокруг которого никогда не проводилась нефть и разведка. Антарктика. Никто в Антарктике никогда ни одной разведочной скважины, насколько я понимаю, не бурил. А это целый континент. То есть у нас целый континент нефти и газа еще сидит, неразведанный. Женя, не говоря об Арктике, где просто сейчас фактически добычи нет. Нефти хватит на всех, абсолютно точно. Падение цен вполне возможно из-за производства достаточного количества сланцевой нефти. Считается, что Соединенные Штаты станут фактически независимыми с точки зрения нефти. Значит, все равно будут немножко покупать, но не столько, сколько сейчас. Значит, Канада, судя по всему, будет продолжать производить огромное количество нефти. Если еще из Аргентины пойдет сланцевая нефть, если мы в Западной Сибири разработаем, это просто будет новое поступление нефти на рынок. Значит, опеку придется ужаться. Либо приведем к снижению цен. Потому что она там экономически неэффективна. А в Оренбурге она росла. А экономически неэффективна, потому что при нынешнем налоговом режиме и нынешних технологиях эти запасы разрабатывать нерентабельно. Если абсолютно те же запасы волшебным способом переместить в Северную Америку, их начнут разрабатывать с первого же дня. Мы сейчас, государство, получает налогами и пошлинами в районе 80% от выручки при продаже тонны нефти. В Соединенных Штатах, ну, я не знаю, 30%. Ну, может быть, 35%. То есть даже коэффициент извлечения нефти очень сильно зависит от налогового режима. Если мы извлекаем 30 с чем-то процентов, то в Штатах извлекается 60. Естественно, первые 30% отобрать очень легко. Отбор последующих 10, 20, 30% требует больших и больших кап вложений. В Соединенных Штатах это эффективно. Поэтому то богатство, которое у нас есть в Западной Сибири, оно никуда не уйдет. Просто планомерным введением налоговых льгот государство обеспечит наиболее полную разработку всех этих запасов.